Привет, друзья! Антон моё имя. Сразу к делу. Для изготовления супер-чудо-мега инструмента из будущего нам потребуется запчасть от разъёма миниджек. Зажал в патроне токарного станка через медную фольгу, чтобы не помять. Отрезаю лишнее и торцую. Вот такая алюминиевая втулка получилась в конечном результате. Следующее, что нам понадобится. Кругляк алюминиевый диаметром 10 мм. D16T. Отрежем 105 мм. Сразу же в одной из сторон сверлю отверстие диаметром 2,5 мм и нарезаю резьбу М3 соответственно. Нормально. С обратной стороны выполняю ещё две проточки. Одна необходима для нарезания резьбы М6. Вторая для установки нашей втулки, которую мы изготавливали немного ранее. Перевернул заготовку, поджал задним центром вращающимся и делаю канавки. Вот такая деталь получилась. Спешу вас уверить, что это супер-мега черновая обработка. Ещё будет финишная. Все заусенецы, всё уберётся. Следующее, что нам предстоит изготовить, это нечто вроде бы гайки, которая будет сюда накручиваться. Вот такой отрезок алюминиевой болванки. Немного побитый жизнью, но это не страшно. К станку снова. Обратную сторону ждёт та же участь. Центровочное сверло. Дабы сверление было как можно точнее. Метчик М6 потребуется. Я в последнее время прохожусь двумя метчиками. Вот этим и вот этим. Знаете, кстати, интересный, любопытный момент какой. Это первый метчик, который у меня появился. Самый первый. Отношусь я к нему с трепетом. Дорог он мне, как память. В данной заготовке необходимо просвилить 4 отверстия и нарезать их резьбу М4. Вездесущая синяя изолента. Для защиты поверхности от губок тисков. Чтобы не осталось вмятин, попросту говоря. В отверстия вкручиваю винты М4, соответственно. Главное требование латунь. Для надежности использую фиксатор резьбы. После обточки деталь выглядит следующим образом. Пока что в сторону. Также за кадром была выточена еще вот такая детальюха. Здесь резьба М6. Следующее, что мне предстоит. Имеется вот такое жало от крестообразной отвертки. И нам необходимо соединить эти две детали вместе. Подровняем и с помощью пайки установим. Скículе пока не заялась. Зיכем уброшена. Переносность засвучки. Переносность достаточно прежнировалась. Пさ anticipate. Произвел предварительную сборку нашего инструмента. И что предстоит? А предстоит обточить, то есть избавиться от биений, чтобы все было соосно. Вот такой практически законченный вариант. Следующее, что мне предстоит, разобраться с вот этой проточкой. Для этого мне потребуется вот такая латунная пластинка. Произведем ее отжиг. Для того, чтобы она была более пластичной. Немного подровняем. Наш инструмент из самого что ни на есть будущего. Поэтому необходимо этому подтверждение. Между прочим, совет для владельцев ЧПУ станков. Очень удобно устанавливать ноль, устанавливать фрезу в ноль. С помощью пробника, изготовленного в предыдущем видео. Все. Можно производить гравировку. Для того, чтобы максимально рационально использовать время, в то самое время, извините за тавтологию, пока работает ЧПУ станок, мы изготовим еще одну деталь. Есть у меня вот такая запчасть от головки видеомагнитофона. Наша задача отрезать лишнее, расточить и установить вот сюда. Успешно изготовил вкладку декоративную. И также успешно заднюю крышку. Наша задача припаять эту самую вставку. Обращу ваше внимание, что гужоны латунные, которые мы сюда предварительно вкручивали, предварительно залуживаю. Для того, чтобы надпись была более выразительной, произведу чернение. Обязательно обезжириваю. И с помощью ушной палочки аккуратно наношу специальный химический реактив. В целом результат удовлетворителен. Потребуется подшипник. У меня с защитой просто другого не было. Удалим ее и вымоем всю смазку. Как вы, скорее всего, догадались, смазку я вымывал для того, чтобы обеспечить максимально свободное движение подшипника. Подшипник устанавливаю на конец рукояти. На всякий случай, для надежности, использую еще и клей. К слову, изначально я планировал обеспечить дополнительную фиксацию подшипника еще и винтом М3. Но посадка настолько плотная, что в этом просто нет необходимости. Устанавливаю верхнюю крышку. В данное отверстие вкрутить бы еще гужон, но перерыл все запасы нет. Тем не менее, без него все работает. Все плотно, все надежно. Принцип действия очень прост. Прижимаем ладонью оголовье и вращаем отвертку. На практике все действие выглядит следующим образом. Вот такая она отвертка 22 века. И пусть до него еще далеко, но отвертка у нас уже есть. Такой себе новогодний прикол. Тем не менее, вполне функционален. И гораздо удобнее, чем классическая отвертка. Пишите свое мнение в комментариях. Будем общаться. С наступающим. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok